Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, сейчас появится моя презентация. Я врач-рентгенолог, активно занимаюсь диагностикой рака прямой кишки и стадированием, и хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями на эту тему. Что же такое МРТ? Я сейчас буду рассказывать не с точки зрения рентгенолога, а пытаясь донести до вас как до людей, которые, может быть, далеки от лучевой диагностики. Проще говоря, МРТ – это большой сильный магнит, плюс микроволновое излучение, немножко волшебства, и мы получаем вот эту замечательную машинку, которую желает видеть у себя каждая продвинутая клиника, и которая даже у некоторых клиник есть, и не одна. МРТ, в чем же его отличие от такой же похожей круглой машинки, но которая называется КТ? Конечно, в том, что МРТ не обладает лучевой нагрузкой. В том, что МРТ, в отличие от КТ, все-таки занимает какое-то время, то есть около получаса, а то и больше приходится тратить для сбора данных одного исследования. МРТ – это закрытый аппарат чаще всего, поэтому пациенты, подвижные клаустрофобию, зачастую испытывают сложности при нахождении в нем в течение такого длительного времени. Ну и, наконец, для нас с вами главное отличие в том, что КТ практически не позволяет проводить сколько бы то ни было значимую диагностику заболеваний органов таза, в том числе и прямой кишки. Какие же бывают противопоказания к МРТ? Они бывают абсолютными, относительными к абсолютным относятся. Феромагнитные материалы, то есть то, что притягивается железом, то, что притягивается, точнее, магнитом, простите. Это старые протезы, старые стальные советские протезы, которые выпущены были до эры титановых протезов. Это, конечно, водители сердечного ритма, потому что вы просто можете спровоцировать остановку сердца у такого пациента в тоннеле магнита. И кахлеарные импланты, которые могут просто прийти в негодность после нахождения в магните, так как сам по себе магнит очень сильный. Чтобы вам представить силу магнита, если вы возьмете связку ключей и поднесете ее к апертуре магнита, к краю, у вас ее вырвет из руки, какой бы вы сильной не были. А край апертуры – это только, дай бог, одна треть силы магнитного поля. Внутри это гораздо сильнее. То есть это очень сильное поле. Относительными противопоказателями могут быть инсулиновые помпы, это может быть слуховой аппарат съемный. Ну и беременность в первом триместре. Не доказан вред МРТ, но тем не менее для безопасности не рекомендуется или только в крайних случаях рекомендуется делать МРТ в первом триместре. Не является противопоказаниями современные. Большинство современных протезов являются магнитсовыместимыми, то есть титановые, хром-ниобиомолибденовые и так далее. Всегда, если есть сомнения, посмотрите, хорошие травматологи клеят в выписку название протеза. И на вот этом сайте mrisafety.com вы всегда можете найти по модели и марке производителя совместимость или несовместимость такого импланта с магнитным полем. Ну и беременность во втором и третьем триместрах абсолютно не является противопоказанием к проведению такого исследования. Еще раз, исследование занимает какое-то время. И поэтому пациент, если не может лежать неподвижно в течение этого времени, в течение 25-40 минут, мы будем получать артефакты и малодиагностические изображения. Соответственно, если у пациента выраженный болевой синдром, например, при запущенных опухолях, то, конечно, предстоит сначала его обезболить адекватно. Иначе мы просто потеряем время, деньги и не получим диагностического результата. Ну и по сравнению с КТ, магнит даже без контрастного препарата обладает высоким контрастным разрешением. И поэтому в том, что касается диагностики и стадирования рака прямой кишки, зачастую контрастный препарат не требуется. Как это не патрадоксально может звучать для онкологов, которые все любят назначать с контрастным препаратом. МРТ при раке прямой кишки в 95% случаев не требует внутривенного контрастирования. А соответственно, это не так уж и дорого, соответственно, это немногим дороже, чем КТ. Ну и нам не требуется специальной подготовки, то есть пациент может прийти неподготовленный, не нужно никаких диет, отмывание кишки и так далее. То есть это совершенно доступно и спокойно выполнимый метод. Итак, что же касается особенностей методики МРТ. Это должны быть высокопольные магниты от полутора Тесла напряженности магнитного поля. При этом трехтысловые магниты, самые хай-тековские, самые дорогие, они не в аспекте абдоминальной и тазовой визуализации, они не лучше, чем полутора Тесловые. Поэтому или полтора, или три, все равно. В данном случае это не принципиально. Поверхностная катушка. То есть нам не нужна эндоректальная катушка, ничего не вставляется в прямую кишку. Мы просто накладываем на пациента датчик спереди, сзади, и для этого достаточно для получения адекватных картинок. И, как я уже говорил, нам не требуется контрастный препарат в случае стадирования рака прямой кишки. Чтобы быстро ознакомить вас с типами МР-изображения, грубо говоря, не бывает двух вариантов. Т2-взвешенное изображение, Т1. Чтобы быстро понять, слева Т2-жидкость в мочевом пузыре белая, на Т1-изображение жидкость в мочевом пузыре черная. Это главное отличие Т2-Т1. На Т2-жидкость белая, на Т1-черная. Ну и посмотрите, тканевая дифференцировка. Насколько много информации мы видим на Т2-изображении о тех структурах, которые находятся внутри мезоректальной фасции, и как это все выглядит в виде одного большого серого пятна на Т1. Таким образом, мы делаем вывод, что Т2 – наиболее информативная и самая наша главная последовательность, которая применяется для анализа морфологии рака прямой кишки. Итак, приоритетами при сборе данных будет являться… Может быть, это не будет интересно для вас как онкологов, но может быть, вы придете своему рентгенологу и сообщите ему какую-то информацию, и это позволит оптимизировать ему его протокол, поэтому я даю эту информацию здесь. Ориентировать срезы нужно строго ортогонально пораженному участку кишки. То есть, одна серия срезов должна идти строго поперек пораженного участка кишки, и вторая серия срезов строго вдоль, а не вдоль стенок таза или поперек тела человека в строго горизонтальной плоскости. Это должно быть высокое разрешение. То есть, картинка должна быть маленькой, и поле обзора должно быть небольшим. При этом разрешение нужно сохранять максимально большим, высоким, и толщина срезов должна быть как можно более минимальной. То есть, 3-4 мм больше ни в коем случае нельзя, иначе у вас будет все усредняться, в одно большое пятно, и дифференцировать структуру на нем будет тяжело. Ну и нужно также отметить, что использование жироподавления – это специальная такая последовательность, которая давит сигналы жировой ткани. В случае прямой кишки никак не улучшает качество диагностики, поэтому тратить время на нее в протоколе исследования не стоит. Это тоже важно отметить, чтобы не перегружать протокол сбора данных. Итак, вот таким образом выглядит наш типичный протокол сбора данных. Как видите, всего 5 последовательностей. Как правило, это занимает 20-25 минут. То, что я говорил, 40 – это с укладкой, это в сложных случаях, это если пациенту нужно переукладывать. В принципе, обычно мы укладываемся за 20-25 минут. Поэтому это не какое-то сверхдлительное или сложное исследование, и его можно вполне себе хорошо выполнять. Как видите, на МРТ, на Т2-взвешенном изображении иногда достаточно здорово удается дифференцировать различные слои кишечной стенки. И вот на этом слайде представлено прекрасное дифференцирование слоев. Однако внизу пометка, что, к сожалению, такого качества дифференцирования подслизистой и слизистой нам удается достичь далеко не всегда. В данном случае просто имелся отек подслизистого слоя, поэтому он так здорово дифференцируется. В принципе, конечно, далеко не всегда это бывает именно так. И на этом основаны некоторые наши ограничения. Мезоректальная фасция. О ней уже много говорил Петр Владимирович до этого. Вот так она здорово визуализируется на Т2-взвешенных изображениях. И она видна в 90-95% случаях. Если ваш ингенолог говорит вам, что он ее не видит, скорее всего, он просто не знает, где она. Ему нужно просто ее показать, потому что ничего сверхъестественного увидеть в мезоректальную фасцию нет. Она очень легко визуализируется. В принципе, даже на КТ. Также мы можем, то, о чем говорил Петр Владимирович, мы можем видеть и пресакральную фасцию, которая черной стрелкой здесь обозначена, и даже фасция Вальдеера вот здесь прослеживается. То есть, в принципе, анатомия фасциальная на Т2-взвешенных изображениях магнитных легко визуализируется. И если знать, куда и что смотреть, то, в принципе, все это видно. Тазовая брюшина тоже неплохо видна на МР-изображениях, особенно в присутствии выпыта, потому что выпыт является естественным контрастом в данном случае. И мы видим здесь перитониальную складку, и вот эта вот штука – это тоже перитониальная складка. Таким образом, лоцировать перитониальную складку и все, что с ней связано, мы можем на МР-изображениях достаточно легко. Ну, ту картинку, которую Петр Владимирович уже демонстрировал, я просто хотел еще раз показать, насколько здорово мы можем дифференцировать не только фасцию и кишку, и стенки таза, но и даже слои сфинктера, в частности, наружный сфинктер, внутренний сфинктер, и вот эта вот беленькая полосочка – это межсфинктерный слой, который, пускай не в 100% случаев, но у подавляющего большинства пациентов мы легко визуализируем. Ну, это просто один из примеров того, как здорово видны разные слои сфинктера и межсфинктерное пространство у пациентов на примере другой ориентации срезов, на примере аксиального среза. Что же касается стадирования. Т1 опухоли, как вы прекрасно знаете, не выходят за пределы слизистой оболочки, и в данном случае мы четко можем с вами видеть, что подслизистый слой, вот эта белая полоска между опухолью и мышечным слоем, черной полоской, он сохранен. Таким образом, мы четко можем поставить Т1 стадию опухоли и обусловить этим соответствующую тактику лечебную. Но, к сожалению, как я уже говорил, дифференцирование подслизистого слоя далеко не всегда так очевидно, поэтому, что касается дифференциальной диагностики Т2 и Т1 опухолей, то здесь наши возможности, они, к сожалению, не очень хороши. И на данном слайде вы видите пример Т2 опухоли, когда опухоль, вот эта вот серая масса, и мышечный слой, наружный слой темный, который отделяет кишку от клетчатки, они сливаются в единое целое, и, соответственно, мы не можем уже говорить о том, что опухоль находится в пределах подслизистой. Однако, мезоректальная клетчатка, то есть всё, что находится кнаружи от мышечной оболочки, интактна, и мы можем смело говорить, что это не Т3 опухоль. Итак, Т3. Т3 – это выход за пределы мышечной оболочки, и, соответственно, мы это легко визуализируем как на поперечных изображениях, так и на корональных. И вот вам примеры этого. Для вас слева, для пациента это справа, интактная кишечная стенка, а практически на 270 градусах вокруг мы видим инфильтрацию мезоректальной клетчатки. Обратите внимание, что отлично видна мезоректальная фасция, и мы можем легко померить с помощью наших инструментов, и это точное измерение, поверьте, то есть то, что мы говорим в 5 мм, это не значит, что наш аппарат имеет какую-то погрешность. Наши измерения достаточно точны, поэтому если срез выставлен правильно, то о чём я вам говорил раньше в аспекте методики, то есть если срез установлен строго поперёк поражённого участка кишки, то измерения будут достаточно точны. Однако, к сожалению, изменения в мезоректальной клетчатке при Т3-опухолях не специфичны и иногда требуют дифференциальной диагностики. Так, на нашем примере и в литературе встречаются так называемые спиклообразные десмопластические изменения, которые, как в данном случае на левом слайде, они в виде таких вот спикул в мезоректальной клетчатке, и они в данном случае не содержат опухолевых клеток и являются просто доброкачественными десмопластическими изменениями, в то время как на изображении справа изменения злокачественные. То есть здесь, к сожалению, наши возможности тоже ограничены, иногда мы можем принять за инфильтрацию всего лишь десмопластическую реакцию. Но, как правило, рентгенологи имеют тенденцию переоценивать, то есть если они что-то видят, то они скорее опишут это как зло, чтобы быть на более безопасной стороне. Мы легко видим лимфовенозную инвазию, когда опухоль прорастает по ходу сосудов, и, как вы знаете, это является предиктором отдаленных рецидивов и отдаленного метастазирования. Так что это легко диагностируется на магниторезонансной томографии в виде вот таких узелков, в виде утолщенных сосудов, содержащих опухолевую ткань. То есть лимфовенозную инвазию как отдельный вид экстракишечного распространения опухоли мы тоже достаточно спокойно можем оценить. Ну и все вы знаете, что Т3 стадии бывают хорошими и плохими, и плохие Т3 не позволяют нам выполнить, вам выполнить тотальную мезоректомактомию, потому что вот этот вот safe margin, да, вот этот вот священный слой, он может быть скомпрометирован, потому что опухоль находится ближе, край опухоли находится ближе 2 мм от мезоректальной фасции, как на изображении слева, или как на изображении справа, расстояние до мезоректальной фасции значительное, и таким образом здесь можно спокойно выполнять тотальную мезоректомактомию. Такая разметка эффективно делается на магниторезонансной томографии, опять же, если ваш ингенолог знает, что вы хотите от него получить, что в какое расстояние вам нужно померить. Потому что, к сожалению, в наших учебниках, в наших ординатурах нас не учат этому, и этому приходится обучаться уже на рабочем месте, и без вашей поддержки нам, конечно, с этим не справиться. Инфильтрация брюшины мы можем достаточно легко визуализировать на мр-изображениях, и вы видите, простите, на данном примере выход опухоли на висцеральную брюшину верхнеампулярного отдела прямой кишки. Таким образом, и Т4 диагностика достаточно эффективна, и Т4А, то есть инфильтрация брюшины, и Т4Б инфильтрация тазовых органов. Однако здесь с инфильтрацией тазовых органов тоже нужно быть осторожнее, когда вам рентгенолог говорит о том, что опухоль прилежит к чему-то, то есть, например, к благалищу, как в данном случае. Контрастность, конечно, оставляет желать лучшего. Это еще не значит, что опухоль прорастает туда. И МРД тоже, к сожалению, склонны переоценивать вот эту вот инвазию в соседние органы. Поэтому если вы пальцем не чувствуете инфильтрации опухоли в прямой кишке и в влагалище, прорастание в влагалище, а рентгенолог вам говорит, что прорастание в влагалище есть, я бы скорее верил пальцу в данном случае, к сожалению. Это один из тех примеров как раз на поперечном срезе в влагалище. И задняя стенка у нас было большое-большое подозрение о том, что была пророчена опухолью, однако при физикальном обследовании буквально нам эти данные опровергли, и выяснилось, что опухоль не прорастает в влагалище. То есть в аспекте инфильтрации тазовых органов, пожалуйста, аккуратнее с данными магниторезонансной томографии. Ну и сфинктер, я вам уже показывал, что его здорово видно в данном случае. Пример того, как опухоль не выходит за пределы внутреннего сфинкера. Вот это вот, я очень сожалею, здесь из-за освещения крайне низкая контрастность. Это вот серое пятнышко не выходит за пределы внутреннего сфинкера. Или как в данном случае выход в межсфинктерное пространство на 4 часа в циферблата. Или инфильтрация леватора, как в данном случае правый леватор, безусловно, по сравнению с левым леватором, который интактен. Правый леватор скомпрометирован в данном случае. Н-стадирование, конечно, важнейший этап. Мы видим много узлов. Мы видим практически все лимфатические узлы, которые имеют размеры больше 3 мм. Это и мезоректальные лимфатические узлы, это и верхние прямокишечные, и тазовые, и запирательные, и наружные, и внутренние, и подвздошные. То есть, в принципе, все группы лимфоузлов. Однако, к сожалению, критерии поражения лимфатических узлов по данным МРТ, они достаточно неспецифичные. Сейчас когда у меня развиснет. К сожалению, мы не можем достоверно дифференцировать при лимфоденопатии ее доброкачественный и злокачественный характер. То есть, отличить просто реактивную лимфоденопатию от метастатической, к сожалению, иногда бывает сложно. Однако, тем не менее, мы на некоторые критерии можем опираться. Это точно не размер. То есть, размер в нашем случае не будет иметь значения. А косвенными критериями лимфоденопатии могут быть их неправильная форма узла, то есть, утрата его с бобовидной формы. Это нечеткие контуры узла, когда опухоль прорастает за его пределы. Это не гомогенные структуры. Это утрата его типичных жировых ворот. Это то, на что рентгенолог должен опираться, когда производят дифференциальную диагностику реактивной и метастатической лимфоденопатии. Ну и в данном случае просто ряд примеров утраты четкости контура лимфоузла. Я бы с удовольствием... Ну тут что-то с листалкой. Да, вот, например, этот лимфатический узел. Он имеет такой дымчатый контур. То есть, соответственно, мы можем подозревать о том, что он метастатически поражен. В данном случае тоже спиклообразные такие изменения вокруг лимфатического узла заставляют нас быть уверенными в том, что это действительно поражение метастатическое. В то же время есть определенные критерии, которые позволяют нам сказать, что узел не поражен метастазом. В частности, сохранение жировых ворот. Вот эта беленькая структура в составе лимфатического узла говорит нам о том, что там содержится жир. Видите, клетчатка белая и на Т2, и на Т1 в видочных изображениях подкожная клетчатка. Соответственно, если все, что белое там и там, значит это жир. То есть в этом узле есть жировые ворота, что с высокой специфичностью указывает на то, что узел не поражен метастатическими клетками. Четкий контур лимфоузла. И я бы хотел отдельно остановиться на такой новой достаточно последовательности для МРТ. Это диффузионно-взвешенное изображение. Она позволяет, несмотря на вот это вот кажущееся совершенно безобразное изображение, при сопоставлении этих изображений с морфологическими, то есть с привычными нам, мы совершенно четко можем выявить локализацию лимфоузлов. К сожалению, мы до сих пор на диффузии не можем опять дифференцировать доброкачественную и злокачественную лимфоденопатию. Однако просто указать нам пальцем, где есть лимфоузел, тот, который мы могли пропустить по невнимательности, или потому что нас отвлекли, или еще что-то, эта последовательность может, и поэтому я очень рекомендую в нее внедрять стандартные протоколы исследования при раке прямой кишки, как в случае первичного стадирования, так и в случае оценки эффективности терапии. Ну и в данном случае, как нам помогла диффузия при оценке эффективности химио-лучевой терапии? Вот исходная опухоль, она достаточно большая. Как видите, мезоректальные фасции компрометированы, то есть в данном случае тотальная мезоректомия, безусловно, невозможна. После химио-лучевой терапии мы имеем существенное уменьшение опухоли в размерах, однако все равно контакт опухоли с мезоректальной фасцией остается, или, по крайней мере, какого-то конгломерата, и что внутри этого конгломерата мы сказать не можем. Однако при выполнении диффузии мы получаем вот такую картиночку, она может быть не очень понятна изначально, но если ее совместить с морфологическими изображениями, то мы четко видим, где резидуальная опухоль, то есть где оставшиеся опухолевые клетки, и таким образом мы видим, что в зоне контакта с мезоректальной фасцией остаточных опухолевых клеток нет, таким образом тотальная мезоректомоктомия в данном случае будет возможной. Выявление рецидивов МРТ, безусловно, полезный метод, потому что мы легко визуализируем, опять же, с помощью диффузионно-взвешенных изображений, в том числе как местные рецидивы в зоне анастомоза, так и латеральные рецидивы, задние рецидивы, в данном случае рецидив в крестце, или передние рецидивы, как показано на правом нижнем изображении. Таким образом, назначая в послеоперационном периоде МРТ контроль пациента с подозрением на рецидив, вы можете достаточно достоверно получить ответ на то, да, там есть рецидив или нет, там рецидива этого нет. Ну и вот опять, как нам может помочь диффузия, диффузионно-взвешенное изображение в том, как найти рецидив. В данном случае совершенно неочевидная вот эта вот зона с каким-то узелком, который изначально, я могу сказать, что он был пропущен при первичном просмотре рентгенологом. Обычно так оно всегда и происходит. Однако при дополнении протокола диффузионно-взвешенными изображениями мы получаем вот такое вот белое пятно, которое при сопоставлении с морфологической последовательностью, то есть если мы просто наложим одну картинку на другую, высветит нам это ярким цветом, и таким образом мы чётко сможем сказать, да, это рецидив, и он локализуется именно здесь. Я бы хотел отдельно остановиться на том, что после химиолочевой терапии в клетчатке и в тазовых тканях сохраняется в течение 4-6 недель достаточно выраженный отёк мягких тканей. Поэтому назначать контрольное исследование после окончания химиолочевой терапии или химиотерапии раньше, чем через 4-6 недель, на наш взгляд, является нецелесообразным. Просто потому что в этом случае на МРТ будет слишком страшная картинка, и мы вам переоценим, то есть это будет оверстейджинг. Мы скажем, что там на самом деле нет никакого регресса, что там всё плохо, и химиотерапия была неэффективна. То есть нужно немножечко подождать и лучше через 6 недель выполнить контрольное исследование после окончания химиолочевой терапии. Итак, что бы я хотел, чтобы мы с вами унесли домой, это то, что МРТ – это замечательный инструмент, которым можно и нужно пользоваться для оценки как локальной распространённости, так и эффективности лечения. Это не очень сложное исследование, оно не требует большой подготовки, оно недорогое, потому что не требует контрастного препарата. И занимает не очень много времени. Однако есть свои недостатки. Дифференцировать Т1 и Т2 стадию, к сожалению, мы ещё хорошо не научились. В этом плане лучше используется трансректальный ультразвук, потому что он всё-таки в пределах кишечной стенки обладает лучшим пространственным разрешением, чем мы. Однако он хуже визуализирует остальной таз. И мы плохо можем дифференцировать реактивную и метастатическую лимфоденопатию. Мы здорово можем находить лимфоузлы и рецидивы с помощью диффузии. Мы должны с вами ждать 4-6 недель перед тем, как назначать контрольное исследование. Это ключевые моменты методики, которые вы можете озвучить своим коллегам-рентгенологам, когда вернётесь в отделение и, может быть, будете с ними общаться. Я сейчас не буду останавливать на них своё внимание. Я бы хотел только сделать пару слов о моих коллегах, о моих непосредственных коллегах и ваших тоже, о рентгенологах. Часто мы просто не знаем о том, что у вас появились какие-то новости. Да, я понимаю, что мезоректальные фасции уже больше, чем 30 лет известны всему прогрессивному онкологическому сообществу, но тем не менее среди рентгенологов эта информация мало кому известна. В атласах анатомических, вы знаете, нет никакой мезоректальной фасции, а мы учились именно по ним. Мы часто плохо себе представляем, к сожалению, именно хирургическую анатомию, топографическую анатомию. Мы плохо представляем себе ход брюшины в тазу. Мы ещё хуже представляем, как идёт ход операции, то есть что вы там делаете, что вам нужно знать для того, чтобы отобрать пациентов на операцию или, наоборот, отказаться от какого-то пациента. Однако с нами всегда можно поговорить, мы понимаем русский язык, можно прийти и объяснить. И всё, чему я, например, научился в этом поле, я научился у Алексея Михайловича Корочуна и в НИИ онкологии имени Петрова. И я очень благодарен им за это и хотел бы напоследок проиллюстрировать это тем, что у нас должна быть командная работа. То есть мы не сможем, играя в одни ворота, рентгенологи в свои ворота, хирурги в свои ворота, химиотерапевты в свои, сделать большое дело. Поэтому командная работа очень важна. Здесь мои контакты. Если у кого-то возникнет желание, можете написать, а я отвечу с удовольствием на любые ваши вопросы. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо организаторам коэфференции за возможность здесь выступить. АПЛОДИСМЕНТЫ